Здравствуйте, дорогие наши друзья! Это специальный выпуск блога «Святая Земля сегодня», потому что сегодня на Святой Земле вспоминают одно очень важное и крайне интересное событие, а именно возвращение на родину мощей святого преподобного Саввы Освященного. Сам Святой Савва, его лавра, возвращение мощей, вообще вся история с его мощами настолько интересная, сопровождалось это всё многими чудесами, и к тому же мы лично знали человека, который ездил за этими мощами в Венецию, а именно старца святой жизни Серафима Савваита. Поэтому сегодняшний наш выпуск очень такой личный, с большой любовью к святому Савве и к почившему уже тоже отцу Серафиму, и мы поделимся с вами, наверное, своего рода уникальной информацией. Так что не выключайте, оставайтесь с нами. Подобный Савва Освященный жил в V-VI веке, соответственно, это святой, которого почитают и православные, и католики. Единственная проблема в том, что большинство среднестатистических верующих, скажем так, сегодня о нём мало знают. Знают о нём, конечно же, священники, монашествующие, ну и те, кто бывали на Святой Земле. Преподобный Савва – это огромная величина в духовном мире, это один из великих столпов православия и вообще христианства. Преподобный Савва является автором устава, монашеского устава, по которому живут до сих пор все монастыри мира. Правда, с некоторыми уже редакциями и послаблениями, скажем так. И на основе этого устава потом был создан тот приходской устав, по которому живут наши церкви. Кто не знает, что такое устав? Устав – это порядок, распорядок, служб, вообще всей церковной жизни в целом. И вот преподобный Савва священный жил здесь у нас в Палестине, как подвижник. Сперва он жил в монастыре у себя на родине, ушёл в монастырь Савва совсем в юном возрасте, в 7 лет. И до 19 лет жил в Каппадокии, в маленьком монастыре у себя там в деревне. Потом он приехал поклониться гробу Господнюю Кресту и здесь стал учеником Ефимия Великого и жил в монастыре Блаженного Феоктиста. Так что он был учеником двух великих, очень известных в церковном мире, в христианском мире старцев преподобных. Когда умерли и один, и второй его наставники, Савве было 34 года, он отправляется в пустыню. И Господь в молитве, в ночном видении по просьбе Саввы указывает ему пещеру, в которой ему нужно поселиться. Савва поселяется там и, как было ему сказано во сне, никуда оттуда не выходит. То есть постоянно пребывает в молитве в этой пещере. И вот чудесным образом начинают собираться вокруг него ученики. И образовывается то, что мы теперь называем лаврой святого Саввы. Это настоящий монашеский город. Территория лавры очень большая. Вот по всем стенам Кедронского ущелья расположены монашеские кельи. При жизни Саввы было до 5000 человек в его лавре, его учеников. Вокруг же просторы Иудейской пустыни. Лавра находится в самом сердце Иудейской пустыни. Можно сказать, на полпути от Вифлеема к Мертвому морю. Савва священный еще ряд монастырей основал. Но вот эта лавра самая известная. И она единственная существует до сих пор. То есть абсолютно реально с конца V века и до нашего времени не на один день в этом монастыре не прекращалась монашеская жизнь. Количество монахов, конечно же, было разным в разные периоды. Это сейчас их 18 человек. Это братья из разных стран мира. Есть трое из России, есть греки, румыны, сербы, молдавани, американцы. Абсолютно любой национальности монаха принимают в лавру. Всех абсолютно желающих. Но там очень-очень строгий устав. Во-первых, в монастыре вообще нет электричества. То есть совсем. Поэтому и вся жизнь, и богослужение проходят только при свечах. По уставу ежедневно совершаются все часы, вычитываются в положенный час. То есть в 6 утра, в 9 утра, в 12 часов дня. Потом совершается трапеза. Единственная в день. То есть монахи едят один раз в день. Потом бывает вечерняя в 3 часа дня. Опять же послушание, личная молитва, небольшой отдых. И к 10 вечера все собираются в храм. Начинается повечерие, полуношница, утренняя и божественная литургия. И заканчивается служба к 5 утра. Соответственно, это монастырь, который живет вот так каждый день. То есть постоянно, беспрерывно молится. Это главное послушание монастыря. Но и до ковида вторым их послушанием был, конечно, прием паломников. И вот сейчас паломники мужчины, а в лавру женщинам вход строжайший запрещен. Собственно говоря, гора Афон, которая возникла в 8-9 веке, взяла от лавры святого Саввы этот устав, что женщинам в мужской монастырь входа нет. И вот в лавре святого Саввы, когда мужчины туда идут поклониться, помолиться в храм, они, конечно, прикладываются к мощам святого Саввы. Мощи абсолютно нетленные, то есть буквально можно сказать, Савва как живой лежит. Однако так было не всегда. В смысле не всегда мощи находились там. Был период, когда святой Савва из своей обители отлучился, отсутствовал, как у нас говорят. Произошло это по причине крестовых походов. Вообще первое тысячелетие Иерусалим очень много пережил нашествия от разных варваров и завоевателей. Некоторые из них уничтожали мощи, как, например, сарацины, как, например, персы. Но Господь молитвами святого Саввы хранил лавру. Она одна из немногих никогда не была полностью разрушена. И монахи все не были убиты, как это было в других монастырях. Всегда Господь хранил, являл всякие чудеса, о чем есть записи, естественно. В библиотеке святого Саввы есть документы. И 7-8 века хранятся до сих пор. И рассказывающие о чудесах, о защите от нападения врагов, которые были оказаны Господом по молитвам святого Саввы. И вот поэтому мощи сохранялись там до XII века. Но в XII веке было нашествие крестоносцев на святую землю. И крестоносцы не разрушили монастырь, но они увезли мощи святого Саввы. Они многие очень реликвии, святыни, вывезли тогда со святой земли. И в том числе мощи святого Саввы. Они оказались в Венеции, в церкви святого Антония. И вот схизма, то есть разрыв, который произошел между католической и православной церковью, не позволял просить о возвращении мощей обратно. Была попытка в 1964 году. И был отказ со стороны католиков. При том, как рассказывал нам лично сам отец Серафим, который потом и поедет за мощами святого Саввы. Сейчас узнаете, как это было. Савва Священный, как нам рассказывал старец, являлся во сне Иоанну XXIII, папе римскому. И говорил, верни мою мощи на родину. Тот не предал значения сну. На третий раз Савва сказал, верни мою мощи на родину, иначе ты скоро предстанешь пред судом Божиим. Но снова папа не поторопился с этим решением. У него в скором времени диагностировали рак, и через полгода он скончался. Об этом даже написано в Википедии, что понтифик был болен онкологией неожиданно. Правда, он был в очень пожилом возрасте. Но, тем не менее, такой мы рассказ слышали, вам его передаем. Дальше следующим папой был Иоанн Павел VI. И вот после встречи на святой земле патриарха Афиногора Вселенского и папы Иоанна Павла VI, это была первая, как ее называют, коммунистическая встреча, то есть первый диалог между, начало, возобновление диалога между православными и католиками. Поскольку встреча эта прошла очень тепло, то наша патриархия Иерусалимская вслед за этой встречей опять направила запрос в Ватикан, «Не вернете ли вы нам мощи святого Савва Священного?» И папа Иоанн Павел VI сразу же дает на это добро. И вот отправляются за мощами наш отец Серафим. Я не случайно говорю «наш», потому что 7 лет мы очень близко дружили со старцем, окормлялись у него, как называется, да, то есть ходили к нему на исповедь для бесед духовных. Отец Серафим сам по себе заслуживает отдельной большой передачи, но я немножко расскажу вам о нем, потому что это будет связано с дальнейшим рассказом уже о возвращении мощей. Сперва назову всех членов делегации. Это был отец Серафим, о котором сейчас расскажу, игумен тогдашней лавры святого Савва Священного, старец и духовник лавры. Также вторым членом делегации был владыка Василий Кесарийский, Царствие ему Небесное, тоже хорошо его помним, знали его, он служил в нашей патриархии. Владыка Кириак Назарецкий. И четвертым был тоже ныне уже почивший старец, архимандрит Феодосий, который основал монастырь Марии Марфы в Вифане, и он же там был игуменом и тоже духовником этого монастыря. И вот отец Серафим сам по себе фигура удивительная, потому что это был самый настоящий святой наших дней. И я очень благодарна Богу, что мне посчастливилось быть с ним знакомой. И до сих пор я всегда молитвенно к нему обращаюсь. Мы, все, кто его знали близко, конечно, уверены, что он у Господа, что он уже и при жизни чудеса творил, и был прозорливым, и был очень сильным настоящим таким вот духовником. И отец Серафим всю свою жизнь провел в монастыре с ранней молодости. Он вообще-то был из австралийских греков. Его отправили родители в Австралию в раннем, совсем юном возрасте. Он был родом из Греции, с одного небольшого острова. И там он очень нуждался. Они были очень бедными, хотя его родители были землевладельцами, самыми большими, но, тем не менее, нищета была вокруг. Его отправляют в Австралию на заработки. Отец Серафим держал в Австралии ресторан несколько лет. И где-то в возрасте 24-25 приехал, как паломник, на святую землю. И патриарх благословляет его, а ты здесь останешься, и будешь монахом в лавре святого Саввы. И он чувствует в этом призыв Божий, пишет домой письмо, прощается со всеми и уходит в лавру. Тогдашний игумен лавры был старец Пантелеймон. Он забирает Серафима и еще двух других учеников с собой в пустыню. И 10 лет они живут в пещере. Начиная со своих 80 лет, отец Серафим жил под Вифлеемом, в деревне Бет-Сахур, на подворье лавры святого Савва Священного, на поле пастухов. Это было связано с тем, что у него были слабые ноги, и в лавре уже было ему тяжело ходить по ступеням. И вот туда, на подворье, конечно, приходило очень большое количество людей, к нему за советом, на исповедь. Но рассказать в два слова о старце очень трудно, потому что эти семь лет буквально изменили христианское сознание нашей семьи. Но если очень кратко сформулировать, то отец Серафим – это было сочетание строжайшего монашеского аскетизма образца V века, вот буквально без послаблений и изменений, и при этом необыкновенная любовь ко всем людям, без различия национальности, даже вероисповедания и даже ориентации. То есть любовь, изливаемая буквально на всех. И вот этот принцип – это вообще школа лавры святого Савы освященного. Если читать внимательно житие святого Савы, которое было написано при его жизни, соответственно, Кирилл Скифопольский, который знал преподобного, так вот это и отличало самого святого Саву. Крепкие догматические позиции, именно строго православные, строжайшая аскетическая жизнь, подвижническая, и при этом любовь ко всем и каждому. Ну вот таким и был наш отец Серафим. И вот отец Серафим был в той делегации. И дальше то, что я расскажу вам, во многом это с его слов, так что из первых уст. Когда они прибыли в Венецию, естественно, отец Серафим очень переживал, что за тысячу лет католики могли подменить мощи. Как известно, мощи в Европе многие поддельные. И вот он очень долго молился, и потом подробнейшим образом осмотрел преподобного. И обнаружил, что у мощей не хватает одного глаза. И это было доказательством, потому что в хрониках лавры было написано, что был год, когда монофизиты украли око преподобного Савы. Когда они покидали лавру, они все мощи с собой забрать не могли, и они украли око у Савы. Это убедило отца Серафима, но ещё, думается, и через молитву Господь его утвердил, как бы дав понимание, что это действительно мощи настоящие, никакой подделки, обмана нет. С этой минуты он не отходил от мощей. То есть, как нам рассказывали очевидцы, он буквально и спал даже у мощей, то есть он бесперымно молился около мощей и просто спал, так сказать, полусидя, отдыхал, когда уже его тело просто не имело сил больше продолжать молитву. И вот так до самого отбытия. А дальше нужно было переодевать преподобного, потому что мощи должны были прибыть сперва в Афины, а из Афин уже на Святую Землю. И, конечно же, в католическом облачении преподобного было вести нехорошо. Это могло вызвать большое смущение у народа. И вот встал вопрос, все четыре участника той делегации стали обсуждать, что делать, как прикоснуться к ващам. Такая древность, они же просто рассыпятся, его никто не переодевал уже много столетий. То есть опасность разрушить мощи. Отец Серафим сказал, помолимся. Они все встали на молитву у мощей. Отец Серафим особо долго молился. То есть сперва они читали просто канон преподобному, который читается в день его памяти. Потом отец Серафим долго молился сам. Потом открыл раку с мощами и взял преподобного за руку. И дальше это с его слов. Он был живой, мягкий и помогал нам себя переодевать. То есть он был как живой человек. Это я до сих пор помню отца Серафима, как он это нам рассказывал. Переодели преподобного в монашескую схему греческую, то есть в то облачение, которое было положено. И дальше повезли на самолёте из Венеции в Афины. Сутки пробыли мощи в Афинах. И потом были привезены в Иерусалим. Что интересно, за день накануне сторож, который находился в летней резиденции патриарха, Малая Галилея, есть такое место. Сторож дремал, и вдруг ему стук в дверь. Он подходит, открывает дверь. За ней стоит человек в очень старом монашеском одеянии, пожилой. Говорит, мне нужно срочно видеть патриарха. А сторож говорит, патриарх уже отдыхает. Я не могу тебя допустить к патриарху. А что ты хочешь? Кто ты такой? Ну, раз ты не можешь меня пустить к патриарху, передай ему, пожалуйста, мои слова, что завтра утром мои святые мощи прибудут самолётом в Тель-Авив. Сторожи коленки задрожали. Он говорит, а кто ты? Кто ты, что даёшь мне такие указания? Он говорит, передай патриарху, меня зовут Савва. И исчез. Сторож тут же побежал, разбудил патриарха. Тогда мобильных телефонов и интернетов не было. Патриарх не знал точно о том, его не известили, не успели известить. И сторож доложил, патриарха разбудили, и ему сказали об этом. И наутро всё было готово, и действительно прибыли мощи святого Саввы. Утром вот такое чудо. Иерусалим моментально, у нас новость разлетается очень быстро, у нас маленькая деревня, поэтому город весь, все православные, греки, арабы, все палестинцы православные, стояли от явских ворот, вдоль дороги и внутри старого города с зажженными свечами. Весь город вышел встречать преподобного. Раку поставили в храме гроба Господня. И целую неделю преподобный стоял. Это было с 26 октября 1965 года. И вот целую неделю мощи стояли в храме. И, конечно же, люди шли прикладываться, даже женщины могли приложиться. Единственная возможность была. Жалко мы тогда. Я ещё тогда не родилась даже. И потом мощи также торжественно перевезли в саму Лавру. От преподобного Саввы огромное количество чудес, исцеления. Он помогает даже в самых тяжёлых болезнях. Именно поэтому всегда уже слава об этом распространилась. С возрождением, вернее, с возрождением паломничества из России с 90-х годов. Поэтому в каждой группе первый вопрос после гроба Господня был, а мы в Савву поедем, а мы в Савву поедем. Причина была ещё и в том, что в Лавре растёт пальма святого Саввы, выращенная из косточки, настоящей, оригинальной, первой пальмы святого Саввы, которая росла по его молитвам у источника, от которой он финиками питался. Так вот, эти веточки помогают от бесплодия. И, конечно же, очень многие женщины приезжали или уже благодарить, и при всей группе рассказывали о том, как у них родился ребёночек. Или, наоборот, молиться, просить о рождении чада. И случаев огромное количество было на моей даже памяти. Просто я сама свидетель этих рассказов, как женщины приезжали, благодарили. И, конечно, просили помощи. Каждый в своих скорбях, в своих болезнях. Гречанки брали маслица от святого Саввы, раздавали в онкологические больницы у себя на родине, утверждали, что очень большая помощь даже онкологическим больным. Хотя никогда мы не дерзаем говорить о исцелениях, но об облегчениях, а иногда исцелениях. То есть тут такая область, скажем, трудная для обсуждения, очень страшная болезнь. Но знаю свидетельства помощи преподобного Саввы даже в этих вот таких тяжких болезнях. И вот я, конечно, никогда не была внутри, разумеется. А вот Рафаил был и неоднократно. И сейчас он поделится с вами своими мыслями, ощущениями, воспоминаниями от посещения монастыря святого Саввы внутри. Вот монастырь святого Саввы – это, конечно, удивительное место. Я помню, когда мне было примерно 24-25, не больше лет, я, когда работал в книжном магазине, я читал «Житие святого Савва» в издании научное, специальное издание на иврите. «Житие святого Савва» писал древний церковный автор Кирилл Скитопольский. Как раз «Житие святого Савва» и «Феодосия» это читают не просто в Чете Минеях, а есть книги, которые были написаны в конце 6 века, в 7 веке, где описана, в принципе, вся эта жизнь в Святом Граде. И я поразился вот этими фотографиями, и у меня было просто желание увидеть это все. Я, конечно, не сразу все это увидел, но потом, когда получилось побывать в этом месте, я тоже был поражен. И вот это удивительно, потому что израилетяне, чтобы искать такие вот экзотические места, такие духовные места, они иногда едут куда-то, я не знаю, в Китай, там, в Тибет, Японию, там, а они не подозревают, что всего лишь там, я не знаю, полчаса из Иерусалима, всего лишь часок из Тель-Авива человек может просто побывать в таком месте, и это выглядит, как будто ты совсем другой планета. Я, конечно, много раз был в монастыре Святого Савва в качестве гида, когда женская часть группы должна была остаться там рядом с монахом, который дает им мощь, чтобы приложиться, мужчины шли вместе со мной. Но, если честно, я не считаю, что это было посещение. То есть я, у меня, когда было у меня больше времени, иногда были периоды несколько раз в своей жизни, когда я один раз был на праздник архангелов, поскольку в монастыре Святого Савва есть храм в честь архангела Михаила, и там престольный праздник, и я на это, это мой праздник тоже, потому что меня зовут Рафаил, и я тогда попросил у Анны разрешение благословения на несколько дней побывать, то есть не дома, поскольку моя помощь дома, она всегда очень нужна для всех, для детей и так далее. И для меня именно эти разы, это то, что для меня открыл вот эту вот суть этого места. Потому что одно дело, когда ты посещаешь, посещаешь на часок, или на быстром бегу, там 15 минут, полчаса, а другое дело, когда ты просто там живешь, дают тебе келью, где ты можешь там помолиться, келейно почитать Евангелие, или какие-то вот святоотеческие литературы, которые совсем по-другому воспринимаются, в таком месте, где есть молитвенное присутствие уже полторы тысячи лет. Конечно, участвовать в богослужении. Да, вот там есть разные престолные праздники. Главный храм, это храм Святого Савва. В день Святого Савва, конечно, приезжает туда много, и когда была граница открытой паломников, и много местных арабов из Вифлеема, из Бейджала, из Бейд Сахура и так далее. Вот, это 18 декабря. Однако, вот обычно после этого уже меньше людей. Дело в том, что там еще и праздник Иоанна Дамаскина и праздника Николая Угодника. И я как раз был там на праздник Николая Угодника, когда в храм, в пещерном храме, это самый древний, самый ранний храм в монастыре Святого Савва. Надо объяснить, что сам монастырь, это большой комплекс, который состоит из разных храмов, которые были построены в разные периоды. А как раз пещера, пещерный храм, он самый ранний, самый древний, и там служит крайне редко. То есть, именно на празднике Николая Чудотворца бывает архиерейская служба, и было очень хорошо. То есть, я на этой службе был, и могу сказать, что если в обыкновенных воскресных службах иногда вдруг такая усталость, как бы ты стоишь, и как бы хочется уже посидеть, и так далее, в монастыре Святого Савва у меня такого не было. То есть, я стою, и стою, и как-то, и даже не ощущение, что это какой-то подвиг, как будто действительно и монахи, и ангели все присутствуют, и помогают. Именно поэтому, из-за живой опыт молитвы, который там есть у монахов, они действительно люди очень проникновенные. То есть, можно подумать, что если там электричество и так далее, нет, что люди были не в курсе, что происходит в мире. Да, откуда они знают? Они там живут в пустыне, они ничего не знают. А это не так. У них постоянно, поскольку они молитвенно находятся в уединении, но они переживают за то, что происходит в мире, они всегда в курсе всех политических, экономических, технологических и прочих дел в мире. Поэтому мнение, а они не знают, они что-то не знают. Поэтому для меня мнение от отцов Савваитова, это не что-то, которое я просто принимаю, как вот, понимаете, вот какая-то кумира, вот мне говорит, я слушаю без рассудка. Я как бы, вот для меня Савваиты действительно это авторитет. Почему? Потому что у них есть такая духовная чуткость, духовность, и вот такая именно интуиция, правильная, как правило. И просто много из них люди вполне образованные, которые до того, когда они стали монахами, они жили так же, как и мы, в больших городах, кто-то из них даже работал как бы программистом, другие как бы вот просто имеют образование, а даже те из них, которые не имеют образование, у них есть что-то намного более ценное, чем степень, это вот степень духовный, который дают ангелы и сам Бог. Сам святой Савва тоже как бы его осуждали за его ненаучность, то есть святой Савва, это святой, который там жил в VI веке, это основатель монастыря. Почему этот монастырь имеет большое значение? Дело в том, что у святого Савва были очень необычные и взаимоотношения с императором, с Юстинианом. И оба в это время боролись за чистоту православия. Дело в том, что в нашей церковь, даже после обращения Константина, даже после Феодосия I, были очень много неясностей, скажем так. То есть были и среди мирян, и среди монахов какие-то очень своеобразные комбинации. И вот эти комбинации, это была смесь иногда каких-то греческих мифов и христианства. Много из них даже очень интересны, но это читается как научная фантастика. Например, как о прежде существования, душ, об очень много вещей, которые сейчас интересуют очень много людей и в России, и в Америке. То, что мы называем сейчас New Age, New Age духовности. Это действительно духовности, это альтернативные духовности, которые есть и у индусов, и у китайцев, и у кришнаитов. И иногда эти традиции очень помогают как бы для сознания, для молитвы, для правильного дыхания. Почему я об этом говорю сейчас? Дело в том, что очень много наших православных монахов тоже были свои практики, которые во многом были похожи на это и брали свое вдохновение от учения Оригена. А вот у Оригена тоже были такие очень интересные, опять, я уважаю Оригена и все, но его учения, они вполне как бы могли вести людей в заблуждение. И вот у кого была борьба с Оригенизмом? У святого Савва, который сказал об этой проблеме императору, и после этого был как раз собор, где учения Оригена были осуждены. И по большому счету это была заслуга святого Савва Священного, который боролся с монахами-оригенистами, которые у него были в лавре, которые против него сделали бунт многократно. Сейчас, когда мы слушаем об этом, это кажется, ну какая разница, какие-то Оригенисты. А дело в том, что вот эти вот околохристианские тенденции, они существуют и сейчас. То есть, как бы, а почему существуют сейчас? Потому что все это есть. То есть, все эти другие силы, они существуют. Это не фикция. Однако, для истинного обращения ко Христу, для истинного понимания, что такое богочеловечность Христовы. И даже, чтобы понять, разница между православной пониманием о личности человека, о душе и другие представления, где, там, допустимо, переход из одного тела в другое тело, или в тело животных, в тело бога, а потом в тело мужчины, а потом в тело женщины, все это существует в понимании, например, нового духовности. Мы называем новое, на самом деле, это не новое, это очень даже древное, и старое. И как раз против этих тенденций боролся и Савва, и Юстиниан. Юстиниан запретил даже язычникам преподавать философии. То есть, он закрыл академии, не академия наук, а академия философская. Язычник не имел права там преподавать. Ребята, это толковь в шестом веке. Во всех остальных веках учитель-язычник имел право преподавать риторика Византийской империи, преподавать философии. А преподавать философии значит и преподавать ее духовное содержание. Одно дело, когда человек просто читает Платона, потому что это развивает ум, потому что это потрясающая литература, или даже потому что это духовное имеет содержание. А другое дело, когда человек читает Платона именно как источник духовного практика. И это то, что я знаю, что немало людей сейчас даже делают. Поэтому монастырь Святого Савва это для нас как аполлот православия. Поэтому, когда монахи там что-то такое говорят, даже если это идет против наших обычных представлений или то, что говорят у нас как бы в СМИ и так далее, я склонен доверять то, что они говорят. Потому что как раз в 6 веке оригенизм это считался православием. То есть очень много людей считали, что как раз именно ориген это и есть. И не только сам ориген. Сам ориген жил намного раньше. Но в 6 веке большинство монашеской элита или те монахи, которые считались как великие старцы, как великий авторитет, как самые образованные, они на самом деле оказались еретиками. А тут вот простой наш, можно сказать, провинциальный Савва-освященный. Он вел борьба и в этой борьбе он был абсолютно согласен со своим единомышленником, императором Юстинианом. Ну и все эти вещи также касаются те проблемы, которые у нас есть в наши дни. Так что вот захотелось мне опять рвануться и вот взять, может быть, перерыв несколько дней в Савва-освященного, напитаться вот этим духом литургическим и аскетическим. Хочу закончить тем, что даже женщины, когда посещают монастырь, хотя мы не можем войти внутрь, находят самый теплый братский прием со стороны монахов. Казалось бы, такие подвижники. И невероятная любовь и открытость к миру, и в том числе к нам, их сестрам во Христе. Нередко гид уже везде опаздывает и смиренно стоит и тоже слушает, потому что очередной дежурный монах на вратах вдруг начинает с группой разговор. И всегда о самом важном. Удивительно, что люди потом уже в автобусе говорят, как хорошо, что вы нам дали побыть и послушать, что хорошо. Я сама тоже слушала, да, мне было тоже важно и интересно. Прямо на наши вопросы ответил. Надо же, как он ни с того ни с сего разговор вроде бы зашел и прямо о том, что было нужно нам. Не удивляйтесь, по-русски говорят. Там не только отец Филарет, который непосредственно из Москвы, там есть отец Ефрем. Сейчас, кстати, он временно в Вифлееме живет, который очень много лет там жил и живет в лавре святого Савва. Он грек, но говорит по-русски. Там есть монах один из Молдавии, который тоже любит иногда с группами поговорить, тоже хорошо знает русский язык. Так что есть кому пообщаться с нашими группами. И точно так же с греческими, с румынскими группами обязательно разговаривают, беседуют, общаются. Даже просто вот на уровне каких-то замечаний, улыбок, замечаний добрых, теплых, да, то есть каких-то комментариев, шуток даже иногда. И это невероятно, потому что от таких монахов, подвижников мы ожидаем какой-то погруженности в себя, сумрачности, строгости. А здесь это открытые миру глаза и объятия. Они действительно своей молитвой поднимают нас на небо. И вот это ощущение есть у всех. Ну и иерусалимские мамы, конечно, знают, что наши имена опоминают, там молятся и за нас. И каждую ночь мы, наши дети, сладко спим в кроватях, а Савва священный каждую ночь молится. Молится и за нас грешных, и за всех вас, и за весь мир. Ради этого, собственно, монахи в монастырь и уходят. Ну вот, очень хочется передать вам благословение святого Саввы со святой земли в этот день. И мы, как всегда, обещаем выходить в эфир как можно чаще. Прощаемся с вами. До свидания.